И теперь во всем более подробно. Долгожданную развязку на Пашином все еще не открыли, хотя несколько раз звучали и обещания, и даже требования окончить работы сегодня, 31 июля. На место еще с утра выехал глава Красноярска Владислав Логинов. Строители большую часть работ уже сделали, но вот без проблем снова не обошлось. Что стало загвоздкой и когда в этом месте уже наконец-то пойдут машины, выяснял Евгений Назарчук. Я говорю, в новостях сегодня же сказали, что сегодня открывают. Они сказали, постараемся. Стараются уже изо всех сил, но проезд отсюда строительный к четвертому мосту все еще перекрыт. Расстроенные автомобилисты разворачиваются, упираясь в преграду. На месте лежат тяжелые бетонные блоки. Правда, небольшой проезд здесь все же есть, но он не для всех, а только для строителей. Развязочку открыли, да? Нет, еще нет. А как вы проезжаете, почему? Ну, строим, делаем. Так? Мы строим ее. А, вы строите. А что, почему? Вчера же обещали, что закончите. Переезд не готов. Переезд не готов? Да. Ну, а когда? А это не мы. Переезд не мы и делаем. А кто делает? Заезжайте сюда, посмотрите. Скажите, когда, когда, когда? Как будет готов переезд? А вот и сам переезд, который помешал открыть развязку. Магистраль пересекают железнодорожные пути. Здесь все еще нет асфальта, а каток утрамбовывает землю. Рабочие стараются сделать этот участок до конца дня. Да, похоже, все они так торопятся, что даже забыли одеть каски, работая на стройплощадке. Красноярцы говорят, развязка здесь просто необходима. Сейчас, чтобы попасть на Николаевский мост, жителям микрорайона Пашины приходится делать большой крюк. Судостроительные они выезжают на семафорную, разворачиваются и едут по Свердловской несколько километров. После того, как движение по дороге откроют, путь сократится в разы. Да, очень должна на самом деле разгрузить наш район, потому что по зиме, если сейчас еще как-то можно проехать, так как все в отпусках еще где-то, то по зиме очень сложно выбираться из Пашиного, опять же, заезжать в Пашиного. Я считаю, что данная развязка должна порядочно разгрузить наш район и сделать его более удобным, комфортным. На место сегодня с утра выехал глава Красноярска Владислав Логинов. Вместе с подрядчиком они обошли всю территорию строительства развязки. По итогу они договорились открыть проезд для автомобилистов все-таки сегодня. Инспекция приедет сюда еще вечером, чтобы убедиться в этом. То есть уже в 8 вечера можно? Да, мы для этого договорились с господином Войцеховским, что мы сегодня вечером смотрим. Прошли ногами по всей трассе. Мы сегодня сделаем все, чтобы закончить работу, сделать техническое открытие этого участка. И жители микрорайона Тихие Зори через улицу Судостроительную будут ездить и на работу, и с работой. Сегодня подрядные организации способны достаточно эффективно и быстро выполнять эту работу. Я вам могу сказать, что для того, чтобы заасфальтировать эту дорогу, здесь 7 тысяч квадратных метров всего, достаточно меньше одной рабочей смены асфальтовому комплексу, чтобы положить асфальт. Тем не менее, это лишь часть работ по строительству развязки. Весь проект должен завершиться через два месяца в октябре. К этому времени здесь еще предстоит установить освещение, озеленить территорию и уложить в финишный слой асфальта. А пока жителям Пашинова остается только надеяться, что какие-нибудь причины не сорвут планы строителей. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, 7 канал.